Одержав победу на выборах в Московскую областную думу 18 сентября, к работе в Балашихинском избирательном округе номер один приступает депутат регионального парламента Владимир Шапкин. Открывая пресс-конференцию, в первую очередь благодарит избирателей за проявленное неравнодушие и исполнение гражданского долга в единый день голосования, а также отмечает, что прошедшая избирательная кампания была действительно масштабной. Действительно масштабная избирательная кампания в новейшей истории Российской Федерации. Это уже все средства массовой информации отметили и все политические деятели. Это действительно и впервые с 2003 года выборы по одномандатным округам в Государственную думу. Наверное, главный политический итог, что жители нашей страны поддержали курс президента. После изменения в структуре одномандатных избирательных округов региона в Балашихинский округ номер один вошли три поселения нашего района – город Челково, Загорянский и Медвежье-Озерское. Отработав предыдущий депутатский срок на территории Щелковского района, Владимир Шапкин с проблемами муниципалитета знаком не понаслышке. За прошедшие полгода депутат провел более 300 встреч с жителями, стремясь составить достоверную картину проблематики региона. Со встреч уходил не с пустыми руками. От населения было получено порядка полутора тысяч наказов и предложений. Хотят жить комфортно, удобно и безопасно на той территории, где они сейчас проживают. Рядом детский сад, рядом школа желательно в одну смену, рядом возможность получить медицинские услуги высокого качества. Вот формула, по которой сегодня и предстоит нам работать в ближайшие пять лет. Так, одними из приоритетных задач депутат назвал дальнейшее развитие благоустройства дворовых территорий и социальной инфраструктуры. Программа ликвидации второй смены в школах Подмосковья рассчитана до 2021 года. Порядка семи школ, как минимум, мы должны до этого года сделать, чтобы ликвидировать вторую смену по тому количеству учащихся во вторую смену, которая есть в Щелковском районе. Две из бюджета мы на сегодня уже начали реализовывать, это Солнечные и Медвежие озера. Четыре – это по обременению сегодня, по договорам с застройщиками. Обсудили на пресс-конференции и один из самых болезненных для города Щелково и окружающих его поселений вопрос – транспортную инфраструктуру. По словам Владимира Шапкина, приоритетным в этом направлении остается проект дублера Щелковского шоссе. Дан старт подготовки и реализации этого проекта. Все вопросы с Министерством экологии и природопользования Российской Федерации по Лосиному острову решены. А значит, мы завязываем наш западный объезд в Щелково. То же самое, это один комплекс. И тогда мы загорянку обходим уже с транспортом. Обеспечить комфорт сотрудников бюджетной сферы и социально незащищенных слоев населения призвана программа муниципального жилья, считает депутат. Впервые после 1991 года мы к этому приступаем. В Балашихе первый дом в этом году закладывается. Они изыскали, возможно, в бюджете. Я думаю, что в Щелково это следующий год надо рассматривать. Без внедрения этой программы, начала этой программы, мы никогда не решим вопрос жилья для медицинских работников, для сферы образования. Обсудились прессы Щелковского района, а также проблемы экологии, спорта, здравоохранения и многие другие. Владимир Шапкин подчеркнул, что задачи перед правительством региона и муниципальными властями стоят непростые. И решить их можно, только создавая положительную экономическую динамику в Подмосковье. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.